Всем привет на канале Old Dutchman. Сегодня мы с вами продолжаем тему миграционной политики. И вашему вниманию я хотел бы предоставить такое высказывание почему-то украинского центрального банка о том, что в его обращении к правительству Германии говорится о том, что в ближайшие несколько месяцев Германия должна готовиться к приему как минимум 700 тысяч беженцев из Украины, бегущих от войны. Непонятно, да? Хорошо. Повторяю еще раз. Центральный банк Украины в официальном заявлении правительству Германии сообщил следующее, что в ближайшие несколько месяцев Германия должна ожидать приток новой волны украинских беженцев от войны в размере около 700 тысяч человек. Ну я так думаю два раза хватило, третий раз я повторять не буду. Теперь давайте будем разбирать вот этот вот вопрос по частям. Во-первых, почему Центральный банк, кто он такой и на каком основании он делает такие громкие заявления правительству Германии? Почему это не делается на уровне правительства, то есть президент Украины, канцлеру Германии ТЧК, Олаф ЗПТ, готовь карман шире ТЧК, 700 тысяч беженцев ЗПТ, оформить, принять, доложить? Ну было бы же так вроде нормально, да нет? А КАЗ, нет, ну Центральный банк Украины. Вот у меня действительно возникает вопрос, почему, какое отношение Центральный банк Украины имеет к политике? Какое отношение он имеет к немецкому правительству? Они мотивируют это тем, что инфраструктура на нуле, экономика разрушена, все еще ведутся бои, все еще не видно просвета в этой войне. Поэтому готовьтесь, вы будете принимать беженцев. Ну хорошо, беженцев принять можно, это не проблемы. Лагерей очень много, гостиницы, особенно зимой, пустуют. На несколько месяцев этих людей могут и принять. Но, извините, опять так, возвращаясь к самому началу. На каком основании финансовое учреждение государства указывает в официальном заявлении правительство другой страны? Вот я до сих пор не могу этого понять. И после того, как это финансовое учреждение сделало такое громкое заявление, в одном из городов Германии, в котором всего-то навсего 20 тысяч населения, бургомистр возмутился тем, что земельное управление распорядилось построить в этом городке лагерь для переселенцев. И, как только этот лагерь будет готов, направить туда несколько тысяч украинских беженцев. Бургомистр этого, я не буду говорить, что это за городок. Сами можете посмотреть в интернете, забить статью «Бургомистр против беженцев». И прочитайте на русском языке, чтобы никто не говорил, что я вас обманываю. Бургомистр дико возмутился. Объясняю почему. В этом городке уже проживает около тысячи или тысяч двухсот украинских беженцев. И если бы они там себя вели более-менее нормально, никто бы против них не возмущался. Но так как они ведут себя, увы, неподобающим, скажем так, образом, человек этот, отвечающий за судьбу своего города, был поставлен перед выбором или сложить с себя обязанности бургомистра, или бороться за порядок и чистоту своего города. Он выбрал второе. Поэтому он, собрав подписи большинства населения этого города, отправил открытое письмо в правительство, в первую очередь в свои земли, а потом в Бундестаг, с требованием о том, чтобы правительство прислушалось к просьбам населения этого городка и не присылало больше украинских беженцев, которые по ночам пьют, кричат, дебоширят, выбивают стекла в магазинах и дискотеках беженцев. А днем учатся немецкому языку, потому что они его хотят очень и очень основательно выучить, чтобы хоть как-то интегрироваться в жизнь Германии. Вот так вот. Но теперь давайте немножечко все-таки над этим вопросом подумайте. Финансовое управление одной страны делает официальное заявление правительства другой страны, мол, готовьтесь, мы вам сейчас пришлем беженцев. То есть они уже заранее знают, что там полнейший ноль, поэтому нужно отправлять кого? В первую очередь своих знакомых, близких, родных. А тех, кто не может заплатить этому финансовому учреждению, всех на фронт, родина мать зовет, блин. Ну а по-другому это не назовешь. Ну вот такие вот дела. Просто вот такие вот дела. Когда они ведут себя очень неподобающе, что правительство, что сами беженцы, начинаешь задумываться, блин, а кого они приняли, елки-палки, кого они приняли. Я не говорю, что они все такие, ни в коем случае, нет. Большинство из них действительно нормальные люди. И вот вам еще момент. Многие зрители канала возмущаются тем, что вот, мол, они сюда, эти беженцы украинские, поприезжали, а работать не хотят, нигде до сих пор не работают, ходят, слоняются, то по магазинам, то по улицам, то в кафе сидят в торговых центрах, деньги проедают, типа, а мы все работаем в поте лица, а они сидят. Им, вот этим беженцам, задается один и тот же вопрос. Когда они приехали, оформились, как беженцы от войны, в джоб-центре им задается вопрос. Вы на временное поселение пережить здесь и вернуться обратно на родину, или вы хотите интегрироваться. Все те, кто говорят, мы все-таки хотим вернуться, просто переждать какое-то время, пока закончится вся вот эта вот неразбериха, весь этот хаос, вся эта война, и потом вернемся обратно. Хорошо, этих людей действительно оставляют в покое, им платят пособие Бюргер Гельт в течение двух с половиной-трех лет. Потом это все закроется, и их начнут отправлять обратно. Вот вам один из ответов на вопрос, почему в Тюрингии несколько месяцев подряд уже отправляют украинских беженцев обратно на родину. Потому что, когда приехали они сюда, они говорили, что они хотят пережить вот эти вот два года войны, и потом вернуться. Им их всех вызывали и говорили, вы уже пережили эти два года, все, до свидания. Мы вам платить больше не будем. Здесь в Баварии есть тоже некоторые люди, которые им уже перестали платить. Они вынуждены или возвращаться обратно, или бежать в какую-то другую страну. Но те люди, которые сказали, что нет, мы хотим интегрироваться, они получили курсы. И вот после того, когда они получили курсы, они ходят один курс, второй курс, третий полукурс, интеграционный полукурс. Но они учат немецкий язык. Вот, учат. Я действительно слышал здесь, вот как разговаривают эти вот люди в возрасте от 50 лет и выше, на немецком языке в магазине. Они стараются более-менее изъясняться. Конечно, что-то сказать они могут. Все, что им говорится на немецком языке в обратку, они не до конца понимают, но пытаются, пытаются. Молодежь не пытается никак. Молодежь разговаривает. Что ты мне сказала? Кто-нибудь может мне перевести, что она мне тут говорит? Вот примерно так разговаривает молодежь. Это в возрасте от 30 до 40, вот этот промежуток, 30-40 лет. Так вот они разговаривают в магазинах, живя здесь по полтора, по два года. А некоторые, не зная ничего абсолютно, придумывают разные байки, басни про Германию. Говорят, что вот вы знаете, мы на курсе изучали-изучали этот немецкий, изучали-изучали, мы уже знаем, как по-немецки сказать здравствуйте, как сказать до свидания. И что, мы закончили этот курс, мы получили этот B1, выходим на улицу, а тут оказывается в Германии все здороваются утром не guten morgen, а салям алейкум. Но вы знаете, вот те, кто слушают вот эти вот бредни, они действительно принимают всю эту дрянь за чистую монету. Они за чистую монету принимают всю эту дрянь. А этим людям, которые обманывают так вот своих зрителей, подписчиков, это на руку, они делают как кликбейт. Кликабельность набирают на своих каналах для того, чтобы, ну не знаю, может заработать денег, или прославиться как остолоп из комарохи, или еще я не знаю, для чего они это делают, но они это делают. А может быть специально, чтобы набить хайпа, потому что когда набивают хайп, хайп, да, вот теперь довольно хайп. Когда набивают себе хайп, то и естественно просмотры видео поднимаются, растет аудитория канала, ну и соответственно финансовое учреждение тоже не остается в долгу. Вот такие вот дела. Один бургомистр возмутился, второй бургомистр возмутился, земля вообще начала всех отправлять обратно, постепенно всех тех, кто пережил два года и до сих пор уже не хочет ни интегрироваться, ничего делать, все, их отправляют. А что будет с остальными? Ну те, кто зацепился, те, кто устроился на работу, те и работают. А с остальными, ну как, с остальными будет разговор короткий. Вот и все, что я хотел вам сегодня сказать. Да, я опять вздохнул. Это все, что я хотел вам сегодня сказать. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, желающие поддержать наш канал финансово. Под каждым видео идут ссылки на ресурсы с донатами. Можно также сделать напрямую или супер лайки, или супер спасибо. Всем будем признательны и благодарны. Ну и, конечно же, всем удачи. Не болейте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok